Это она индивидуализмическая последовательность рациональных чисел. Ре. И последовательность фундаментальной. Мы напишем тоже определение, что и в случае классической классической. В любом окрасте существует такое n, что для всех n и n больше, чем n, но в разности rn-rn меньше, чем 1 до 2 степени. Ну, а теперь мы в определении будем считать интуиционистки. Например, для любого k существует n. Что это значит? Мы должны владеть способом, который для каждого k, это n, позволяет найти, указать. Если мы владеем таким способом, то данная последовательность фундаментальной. Если же мы таким способом не владеем, то мы пока подождем называть последовательность фундаментальной. Это может быть, мы докажем, что у нас фундаментальная, а потом со временем. Ну, например, фундаментальная последовательность. rn, это, скажем, единица в 2 степени х. Очевидно, что есть в качестве... Давайте... rn, rn, и 2 степени х. Там недавно локан, то есть, что мы можем взять n равное h. Ну, понятно, что если для всех rn больше, чем n, и разность в 2 степени х. Понятно. Это пример фундаментальной последовательности. Вот так. А теперь другой пример, который тоже вот так принадлежит Брауэль, ну и, ну да, который обычно, как оси... ...корчуете сказать... ...профессионизму... ...корчуете как у Брауэля. А будем строить... ...коррянная... 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 ...коррянная. ...коррянная. Будем строить фаспорт рациональных чисел. Но будем же делать следующее. Одновременно мы будем, там, в черновике, рядом выписывать частичное разложение числа π. Итак, теперь, и вот стронку M, ну Q1. Интересуемся первыми M знаками после запятой. Вот и до поры до времени мы убьем это, в нынешнем рейтинге M, до наступления нескольких моментов. А момент вот в чем состоит. После того, как M знак выписали, здесь, значит, один возник только группу цифр. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот как только первый раз эта группа цифр возникла, то тогда мы выдаем единицу, выброс один. И все. А дальше опять по этой формуле. Получается последовательность, которая отличается всего одним членом. И если такая последовательность встречается. Ну теперь смотрите, как право. Можем ли мы про эту последовательность утверждать, что она фундаментальная? Ну да, ну конкретно, ДК равного единицы. Можем ли мы указать такое место, что заветомо все члены будут встречать? Меньше на одно второе. Да потому что, конечно, если эта группа цифр не встречает, то если члены, то это просто та самая последовательность, да? А если она встречается, то это место, с которой разница будет вмешательство, она же будет где-то дальше. Ну, значит, что больше, чем вот эта, ну, чем единица возникает. Поэтому, пока мы не знаем, встречается группа цифр, значит, что, а если встречается, то на каком месте, то мы не можем это самое, так скажем, удлика равного единице указать это как? Ну, уже в наше время была, только работа, которая называлась там, решение проблем у Брауна. Не знаю, серьезная или шутка это была. Как вы думаете, как проблема у Брауна была решена? Ну, два варианта. Доказано, что группа следовательных не встречается, группа цифр не встречается, а другой вариант – обнаружить такую группу цифр. Ну, и, конечно, была эта группа цифр была обнаружена. А именно там, в Токийском университете был запущен самый, ну, очень мощный, например, компьютер, который, значит, вычислял это самое, ну, там, и из какого-то остановительства вместе эта группа цифр была обнаружена. Причем оказалось, что эта группа встречается не один раз, еще дальше, то есть, где группа возникает. Ну, значит, мы с вами и так сейчас. Ну да, после этого оказалось все, что это фундаментальная, потому что мы знаем, в каком месте она возникает, мы можем тогда это указывать. Это, например, если там, если было где-то 10-15 степеней, то вместе было, то у нас уже, в принципе, какое-нибудь большее число. Но меняет это все дело в принципе. Ну, взять массу нерешенных проблем. И можно таким образом, например, вместо, да, может, в гормозе сказать так, что единицу, выброс единицы делать, когда встретилось 99,9. Но это еще не обнаружено. То есть, в основании, вот эти примеры, то, что последнее фундаментальное в этом, они означают, что мы не все знаем. И чтобы что-то утверждать, что мне надо будет доказывать, ну, значит, только что-то докажем, после этого только там непропоследственно тоже можно что-то утверждать. Дальше есть понятие фундаментальных последовательств. Вот фундаментальные последователи вызываются числовым генератором, числовым генератором. Ну, это понятие, как говорят, регивалентных фундаментальных последователей, но также, как и в случае классического классического случая, Это значит, что у каждого к карту мест начинается с которого разность, значит, и последствия меньше, что национализм до степени к. Но опять же там есть разные... И вот теперь в классическом случае мы определяем действительно число как класс эквивалентности. У нас, опять же, нет такого в арсенале, в интуиционистском нет такой конструкции, теоретика множественной, вообще понятие множественной. Но что в интуиционизме заменяет понятие множества? Понятие множества заменяет понятие вида, вид. Ну, вид, особое вида, оно перекликается при словах абстракции. При словах абстракции, это начинается это свойство. То есть предложение, то есть параметры, мы что-то правильно сговорим. А дальше уже мы делали какой-то, так сказать, умственный такой переход, и чуть ли не множество. А мы, антитек, мы становимся. Мы понимаем тексты. Тексты. И поэтому задать вид, вид. Это значит, задать это самое свойство. Со свойствами мы и работаем. Со свойствами как-то такого. Мы не вводим понятие объекта как множество. Вид задает с этим свойствами. И дальше можно доказывать, скажем, что значит один, грубо говоря. Так, а элемент вида, вот этот объект, который просто обладает. И ты можешь сказать, что такое, что два вида как бы совпадают. Это значит, что вида фи и фи. Фи от икс и кси от икс. И в каком смысле это как бы одно и то же. А вот как? Значит, для любого икс. Фи от икс. Фи от икс. Фи от икс. Фи от икс. В обычном традиционистском смысле. То есть, по виду совпадают. У нас есть общий способ, который позволяет из утверждения о том, что данный объект Доказать, что он обладает свойствам Ψ, а также есть способ, который из X обладает свойствам Ψ, выяснилось, что он обладает свойствам Ψ. Это все сводится к логике, логической понятии. Понятия у нас нет, а у нас есть понятие. Тогда можно определить, что такое интуиционистское действительное число, конкретное число. В общем, берем какую-нибудь конкретную фундаментальную последовательность, про которую мы доказали, что она фундаментальная. И рассмотрим такое свойство последовательности, что X равно α в смысле эквивалентности последовательности. Вот это свойство, вот этот вид. Иными словами, действительное число, это вид последовательности, которые эквивалентны данной. А сама последовательность α, представителем этого действительного числа. По каждому, от которого действительное число, может создаваться разная последовательность, то есть разная фундаментальная последовательность. Вот теперь два цифровых вопроса. Понятие, есть понятие интуиционистского действительного числа, насколько оно отличается от классического? Ну, к точке зрения, у нас, как бы, здесь какая-то числовая ось, да? Ну и тогда любая точка числовой оси, соответственно, их там действительного числа. Оказывается, что, переходя к интуиционистскому пониманию действительного числа, мы ничего не теряем. Ну, возьмем, например, какой-нибудь точкой на отрезке 0-1. Можно ли ее задать фундаментальной последовательностью в интуиционистском смысле? Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, тогда заснуть такой конструкции. Вот у нас есть ответы кроме этого. Будем строить последовательность рациональных чисел следующим образом. На первом шаге бросаем монету. Теперь у нас ответы кроме этого на отличительного страха. Слева половинки правой. Бросаем монету. Если выпал орел, берем середину левой половинки. Если выпала решка, берем середину правой половинки. В правую половину. То есть либо одна четвертая, либо там три четвертых, да? Ну, теперь все вот так. Теперь. Следующий раз бросаем монету. Уже берем туда, из которой мы выбрали точку, да? И тоже берем по этому причине либо середину левой половинки правой, либо левой половиной, либо правой. Получается последняя такая числа, да? Два лично-рациональных там. Где-то там... Где-то там... К на два ступня технических. Ну, понятно, и выбор, чтобы поставить фундаментальная. Чтобы поставить фундаментальная. Еще мы... Вот это... С вами регулятор фундаментальности. То есть правило, которое пока строит N. Ну, это же простое. Ну... То есть N это, вряд ли, то есть такая. Ну, что это самое чистое. Ну, с классической точки зрения, такая посылка исходится к некоторой точке на отрезке. Теперь скажите, если... Что можно доказать, что в результате бросания монеты никогда не получится... Это такая... Не получится посылка исходящейся к этой точке, нет? Поэтому, в принципе, мы ничего не потеряем. Что здесь... В чем друг... В чем здесь, на самом деле, отличие? То есть, не так... Как мы эти точки, как мы не потеряем. Континью, так сказать, стоит то же самое. У нас другое... Другой скос обращения с действительными числями. Конкретное, действительное число создается фундаментальной последовательностью. В каждый момент времени нам известно только начало. Поэтому, если какое-то общее утверждение делается о действительных числах, то этот вывод, что в данном число бывает на это свойство, должен быть сделан на основании, на основании начального отрезка, фундаментальной понятия, знающего это число. Это принципиальное отличие. Но оттуда получается... Можно ввести понятие функции. Континью, ценность главной функции. Но функция что такое? Значит, у нас есть понятие действительного числа, или числового генератора, да? Есть понятие... Значит, теперь... Задать функцию... Это правило, которое каждой фундаментальной последовательности сопоставляет некоторую другую фундаментальную последовательность. Ну, т.е. у нас впоследствии там Rn, а мы впоследствии там Qn, да? Так вот, как по правилам сдающего N, для каждого N должны быть это вот самое фундаментальное число. Это правильно задать. Ну, это даст нам, получается, такая диагноз теорема о том, что функция, заданная на отрезке, равномерно непрерывна. Не знаю, вообще не знаю, что такое, что непрерывная функция. Это утверждение, которое, ну, как бы, противоречие, вынесет. Отличая от того, что классическая математика там, что всякая непрерывная функция задана на отрезке, равномерная. Есть просто любая функция задана на отрезке равномерно непрерывная. Ну, такая-то потому, что, скажем, чтобы знать Qn, мы должны знать начальный отрезок, в соответствии с последователями. Вот это вот такие детали. Так вот, получается электроматематика. Это инфрационическая математика. Редактор субтитров А.Семкин.